21 модель танков появились в музее оловянного солдатика. Техника участвовала в афганской войне. Все их Вячеслав Лапашов поставил на одну полку с героями тех далеких сражений. Детям будет интересно. Они приходили, смотрели, а какие интересные танки. Потому что у меня современных танков здесь пока не было. И вот это появилось. Пополнился музей и швейцарским алибарчиком воин Папы Римского, имеющий при себе доспехи, стальной шлем и кольчугу. Обновились витрины и индейцами, тлинкитами, жителями Аляски. Мало кто знает, что начало 19 века, это же была война, война за Аляску. То есть индейцы начали воевать с нашими промышленниками. Но возникает вопрос, откуда у них взялось огнестрельное оружие. Ну а, как обычно, казачинателями войны были кто. Сейчас мы их называем просто американцы. На витрине в скором времени можно будет увидеть и паровозе Кобика. Он Вячеславу Лапашову достался по наследству. Увидеть его и новые экспонаты в музее оловянного солдатика смогут все желающие 3 октября. Там пройдет грандиозное событие, день рождения уникального музея. В этом году музею оловянного солдатика исполняется 5 лет. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.